Музыка Так выглядит сегодня полигон бытовых отходов в городе Басарабяска. Мусор давно вышел за пределы свалки и доходит практически до проезжей части. Зловоние периодические возгорания всерьез беспокоят живущих поблизости людей. Да, очень часто бывает, что есть дым, задымленность и что-то там горит. Всегда горит или мусор, или резиновые какие-то изделия. Чувствуется, да, и задымленность чувствуется. И вот невозможно, хочется ночью открыть окно, чтобы действительно подышать свежим воздухом, а не получается свежий воздух. Получается совсем по-другому. Там как начинают сжигать, тут дышать нечем. У меня щитовидки и астма. Я задыхаюсь. Людмила Мамаука врач. Поэтому она лучше других понимает, насколько вредны для здоровья испарения и дым от леющего мусора. Наносит очень большой вред, поскольку мы дышим этим, естественно. Это все влияет, особенно у людей, которые болеют различными дыхательной системами, у кого поражена, у кого аллергоз. Вот поэтому все страдают. Инспектор экологической службы района Нина Дадика говорит, что мусорные полигоны в Басарабяске и в селах района не соответствуют необходимым требованиям. Ситуация является недорогой. Все полигоны в Басарабе не соответствуют так и от леющего мусора, как и от пласирования этих полигонов. И оно не соответствует, пока не в Евангелия и экологичная ситуация. Обслуживание городской мусоросвалки является обязанностью муниципального предприятия ЖКХ. Но, по словам примара Басарабяски Валентина Чемпоеш, на полигоне абсолютно ничего не делается для поддержания порядка. В прошлом году примария города облагородила, почистила этот полигон, привела его в порядок. И в очередной раз, указав муниципальному предприятию ЖКХ на чистоту вокруг этого полигона, мы дали свою резолюцию о том, чтобы они его содержали в надлежащем виде. Но госпожа Телегей в очередной раз за год ни разу не соизволила находиться на этом мусорном полигоне. И весь бытовой мусор, который вывозится ее рабочими с муниципального предприятия, выкидывается не на мусорном полигоне, а прямо при подъезде к этому мусорному полигону. Руководитель муниципального предприятия ЖКХ «Любов Телегей» в свою очередь высказалась о том, что мусор выгружался за пределами полигона, так как дорога к нему из-за дождей была размыта. Значит, с осени машины заехать на полигон не имеют возможности, потому что там нет ни щебенки, естественно, и машины доезжали до полигона, где проложена дорога, естественно, в полигон заехать нет возможности. Кроме того, без спецтехники работы на мусорной свалке невозможно осуществить. Год мы говорим о том, что нужно выделить средства для ремонта бульдозера. В прошлом году городской совет принял решение о выделении средств для ремонта техники 200 тысяч. Данное решение господин примар Чемпоеш протестовал в инстанции, в судебные инстанции. Прошли все три инстанции. Суд принял решение, вынес решение, что оно является законным их решением. До сих пор данное решение не исполнено. Однако, примар утверждает, что решение городского совета о выделении средств по ЖКХ является незаконным. И он уверен в том, что суд это подтвердит. Так много говорится по поводу 200 тысяч, 60 тысяч. Так они мечтают получить эти деньги и направить их на собственные нужды. Я, как примар, еще раз повторяю, я администратор бюджета, не позволю уйти деньги в никуда. Это деньги налогоплательщиков. И, как я и раньше говорил, что данное решение было принято незаконно без решения меня как примаря и без главного бухгалтера примарии, который, в принципе, каждый по квартально и полугодично делает прогноз бюджета. Откуда они тогда приняли решение, даже не указав на этом решении, откуда взять такую сумму денег и направить на муниципальные предприятия. Чем завершаться разбирательство между примаром Басарабязки, городским советом и руководителем коммунальной службы, пока неизвестно. Как не ясно и то, кто и когда приведет полигон бытовых отходов в порядок.